Слава Украине, привет всем от Пулонского, россиями, а также частично белорусы, а также нашего-то, которая поддерживает Путина. Вот скажите мне, с кем Путин сказал, что он воюет? По-моему, с англосаксами, с НАТО, да, вот это вот все, да? Он воюет с англосаксами и с НАТО, это он так заявил, да? Скажите мне, а сколько вот за три, почти уже за три года войны, на войне погибло англосаксов и натовских солдат? Я вам скажу, у меня есть очень четкий ответ, ноль. Никто не погиб, никто не погиб. Они сидят там далеко в англосаксии, кстати, а почему именно с англосаксами, а не с печенегами, не с половцами, не с норманами? Это мне тоже очень интересный вопрос, всегда вот как-то вот этот исторический вопрос не давал покоя. Ну ладно, оставим в покое все-таки англосакс, чем-то ему англосаксы не понравились, может и сексы, сексы. Ну что-то у него, да, что-то у него с этим связано, видимо, тяжелое детство. Да, неважно. Да, так он провозгласил, значит, войну со злобной НАТО и с англосаксами. И три года воюет и не убил ни одного англосакса. Это как? Хороший вопрос, да, вот россияне и вата из всех сопутствующих стран. Скажите мне, пожалуйста, как такое получилось, что ни один не погиб? А сколько военной техники, принадлежащей НАТО, уничтожено? НАТОвской техники. Не та же в Украине, а та же НАТОвская. Я вот провел такое комплексное исследование. Ноль единиц. Ноль. Представляете, вот за три года, ну ладно, давайте скажем честно, два с половиной года войны такой, вот, и страшных усилий Россию довел до ручки, вот, и ему удалось, удалось уничтожить целых ноль НАТОвских солдат с англосаксами и уничтожить целый ноль НАТОвской техники. Охренеть, вот это успех, да? Вот. А сколько за это время было убито и ранено рашистских солдат ваших? Ну, 600 тысяч. Может больше. Трудно, тут точно никто не знает, там уже цифра порядка 600 тысяч, наверняка больше, потому что не все видно, не все учтено. Вот, то есть 600 тысяч он отправил, как говорится, либо на тот свет, либо сделал калеками. Это с вашей стороны. Ну, с нашей стороны, если даже у нас потери, там, в три-четыре раза меньше, тоже больше 100 тысяч, значит. Это получается, что с вашей, с нашей стороны, в основном, ну, за исключением, понятно, что с вашей стороны воюют не только славяне, а там различные националисты. Но, тем не менее, вот ему удалось, значит, за это все время уничтожить, ну, 600 и там еще, пускай, минимум, уничтожить или сделать калеками минимум 700-750 тысяч славян. Значит так, Путин, вот теперь давайте еще раз вдумаемся, Путин напал, воюет с НАТО, воюет с НАТО за славян, за славянский мир, за русский мир. При этом он уничтожил 0 солдат НАТО, повредил целый 0 единиц бронетехники и самолетов и всего остального. И при этом умудрился уничтожить больше 700 тысяч славян. Хм, не хотите, что он очень оригинально как-то воюет? Да, а что же дальше получается? Он же говорит, что русский мир надо распространять и так далее. Ну, давайте посмотрим, как он распространяет. Вот смотрите, значит, количество людей, которые приехали к вам на Россию из Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Танзании, откуда там сейчас что? А, сейчас пошел Куба, Буркино-Фасо, Мали, 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 Мали вам почему-то очень сильно нравится, заходит там сильно, да. Вот из этих всех благословенных стран уже исчисляются миллионами. И они прибыли, значит, чтобы заместить ваших мужичков, которых Путин, как говорится, убил всех, да. Вот, значит, завез туда совершенно людей, которые, мягко говоря, к славянам, ну, вообще не относятся, да и к христианам, потому что они практически все мусульмане. Да, значит, он сказал, что он будет, значит, воевать с НАТО, и при этом, значит, убил 0 солдат и разбил 0 единиц техники. Убил больше 700 тысяч славян, это так, чтобы, значит, чтобы все, бей свой, а, я же понял, бей свой своего, чтобы чужой дух боялся. Вот, и завез вам туда вместо вот этих вот уконтропупленных чмобиков, значит, завез туда несколько миллионов жителей благословенного Таджикистана и Буркино-Фасо. Ммм, интересно, друзья мои, да. Россияне, вы можете объяснить вот эти феномены, с кем все-таки воюет ваш Путин? Куда делись ваши мужики? И кто там сейчас у вас вместо них живет?